К счастью, медицина готова предложить технологии, которые помогают сохранить здоровье и продлить молодость. Они рожают для того, чтобы ребенок просто был. Тему репродуктивного здоровья и восстановления послеродов. Привить нашим казахстанским женщинам именно любовь к себе, любовь к сексу, потому что это очень важная составляющая семейной жизни. В качестве эстет-гинеколога какие методики вы предлагаете для улучшения и восстановления именно вот этого послеродового периода? И это процедура, одобренная Всемирной Ассоциацией ЛДА, которая дает одобрение на те или иные процедуры или лекарства, которые разрешены и не навредят человеку. И в финале давайте поговорим о точке G. Она есть. Она есть. У нас в гостях эстет-гинеколог номер один в Казахстане Надежда Викторовна Ким. Единственное счастье, ощутимое материальное счастье — быть всегда молодым, говорил Винсент Ван Гог. И на сегодняшний день, к счастью, медицина готова предложить технологии, которые помогают сохранить здоровье и продлить молодость. И дело не только в молодости лица, а в молодости, которая есть внутри нас. Сегодня мы будем общаться на очень деликатную и важную для многих женщин тему — тему репродуктивного здоровья и восстановления послеродов. У нас в гостях эстет-гинеколог номер один в Казахстане Надежда Викторовна Ким. Здравствуйте, Надежда. Спасибо, что пришли. Вас называют эстет-гинекологом номер один в Казахстане. Расскажите, пожалуйста, что означает эстет-гинеколог и как вы к этому пришли? Эстет-гинеколог — это такая профессия, новая профессия у нас в Казахстане, и не только в Казахстане, а вообще во всем мире. Почему? Потому что к эстетической гинекологии пришли недавно, и ухаживать нужно. Гармония должна быть не только снаружи, но и внутри. И репродуктивная часть женщины, нижняя часть женщины, скажем так, она должна быть тоже красивой. Женщина именно матка. Сейчас есть очень много понятий дыхания матки, все такое в этом роде, но именно оттуда она обретает счастье. Надежда, расскажите, как профессионал. Сейчас новые молодые мамы, только что родившие женщины, часто забывают о себе, это нормально, потому что полностью посвящают себя малышам. Дайте какие-то рекомендации, как не забыть о себе, как на начальном этапе ухаживать за собой в этих реалиях, когда у тебя на руках маленький ребенок, семья, дом и так далее, чтобы не запустить. Ухаживать нужно всегда за собой. Да, в первые месяцы женщина посвящает себя полностью ребенку, но женская репродуктивная система, она требует тоже внимания. И я призываю всех абсолютно девушек уже через 40 дней после того, как были то ли самосоятельные роды, или это было кесарево сечение, приходить на осмотр к гинекологу, потому что в дальнейшем она все равно будет планировать беременность, роды, и она должна быть женщиной здоровой. В раннем послеродовом периоде ей, конечно, необходимо обращаться к гинекологу, потому что существуют разные жалобы, которые ее беспокоят. Боли, расхождение швов, какие-то неприятные звуки, выделение, запах, зуд. Все это может беспокоить именно в раннем послеродовом периоде, после самостоятельных родов. Поэтому она, во-первых, должна обратиться к гинекологу. И, во-вторых, при растяжении стенок влагалища, при незаживлении ран после разрывов существует их расхождение. Соответственно, она должна будет прийти к гинекологу, и чтобы гинеколог проследил, как это все заживает, чтобы в последующем у нее не возникли проблемы с половой жизнью, сексуальной жизнью, с удовлетворенностью. Поэтому моя профессия как эстета-гинеколога – помочь этим женщинам именно в раннем периоде восстановить свою красоту, восстановить женское здоровье, для того, чтобы она была счастлива. И психологические проблемы женщины, связанные именно с ранним послеродовым периодом, они начинают уходить на второй план, так как она удовлетворена ребенком, семейной жизнью. И сексуальная жизнь у нее тоже будет на высоте. Я вообще закончила Новосибирский государственный медицинский университет и клиническую ординатуру при нем. И сразу после окончания я переехала в Казахстан, в южный регион, хотя я сама не оттуда. И увидев, как не любят себя, это вот именно понятие «не любят себя женщины», «не ухаживают за собой». И как в России, в роддомах женщины, они приходят туда такие красивые, счастливые. Они там, они приходят вот в роддоме, допустим, вот это Новосибирск, это север России, минус 40 градусов на улице, они внутри роддома в пенюарах. В шелковых пенюарах такие, в коротких шортиках, накрашенные. Они красивые, они… Вот на них смотришь, они разговаривают с ребеночком, хотя он еще внутриутробно. А приехав в Казахстан, устроившись в роддом, в перинатальный центр, роды восьмые, седьмые, многоплодная беременность, и женщины себя вообще не любят. Они приходят в роддом, и на улице плюс 40, у них, они одеваются очень тепло, я понимаю, у нас свой менталитет, да, восточный, но они рожают для того, чтобы ребенок просто был. И они уходят вот в эту семейную жизнь, семейный быт, и вообще абсолютно никто не ухаживает за собой, не следят за внешним видом, и тем более не следят вообще за репродуктивной своей функцией, да. Соответственно, я увидев это все, как они не любят самих себя, вот даже взять, это не говорит о том, какой у них статус, да, вот финансовый, да, материальное положение, но какое у них даже взять белье, и как они вообще к себе, там, нужно, допустим, уход за собой особой, да, в раннем послеродом, уход за ранами, они этого вообще не делали. И я понимала, что так жить нельзя, и, соответственно, я начинала именно по этому пути двигаться, двигаться, потому что я хотела привить нашим казахстанским женщинам именно любовь к себе, любовь к сексу, потому что это очень важная составляющая семейной жизни. И я начала обучаться. Мое первое обучение, это было московское обучение в городе Москва. В дальнейшем я обучилась в Италии, в Турции я проходила обучение именно по методикам сужения влагалища, по уходовым процедурам, именно гинекологии, по лечению различных заболеваний, именно восстановить их, не только какие-то там лечения воспалительных процессов, а именно чтобы женщина была желанной. Вот Вы несколько раз сказали, что есть такой термин восстановления. После какого периода женщина после родов должна уже проходить эти процедуры восстановления? В течение какого времени после родов женщина должна уже проходить восстановительные процедуры? И что входит в этот термин? В течение какого периода? Это вообще должен быть ранний послеродовый период. В течение 40 дней к женщине не должны притрагиваться другие гинекологи, потому что она в течение 40 дней относится к своему роддому. Это прописано законом. Если имеются у нее какие-то воспалительные заболевания, расхождение швов, она должна в первую очередь обратиться к своему гинекологу, к своему акушер-гинекологу, который принимал у нее род. В дальнейшем, именно в ранний этот период, идет восстановление слизистой стенок влагалища. И нужно, так как идет гормональная перестройка организма, и женщина уходит своего ребенка, лактация, кормление. Весь этот период сами роды нарушают микрофлору, скажем, влагалища. В кавычках, опять же, это не так, у всех это абсолютно, но идет истончение стенок влагалища. Поэтому уже через 40 дней после родов она может обратиться к гинекологу для улучшения зоны промежности, и чтобы гинеколог посмотрел, как зажили ее рубцы, имеется ли рубцевание, правильно ли зажили рубцы, какая у нее слизистость, чтобы ее подготовить к первому сексу именно после родов. Для многих женщин, абсолютно, я скажу, даже для 99% женщин первый секс после родов, особенно если у нее были сложные роды, для нее это очень большой психологический барьер, так же, как и для девушек, которые вот первый секс. И, соответственно, первый секс именно после родов для них очень важен. И они приходят с таким запросом, что вот как у меня там зажило, как я буду выглядеть перед мужем. Поэтому через 40 дней она уже может прийти, и можно провести такие процедуры, как лазерное интимное омоложение. Это такая процедура, которая не нарушает целостность слизистой, а наоборот ее улучшает. И это процедура, одобренная Всемирной Ассоциацией ЛДА, которая дает одобрение на те или иные процедуры или лекарства, которые разрешены и не навредят человеку. Поэтому лазерное интимное омоложение – это в приоритете у каждой женщины. И есть ряд восточных стран, которые эту процедуру именно внедрили уже на этапе бесплатной медицинской помощи всем абсолютно женщинам после родов через 40 дней. Какие это страны? Это арабские страны, которые внедрили эту процедуру именно в обязательную услугу после родов. Но, к сожалению, у нас такое сейчас. Не каждая женщина может себе позволить даже крем купить дорогой для лица, не говоря уже о других частях тела. Как вы считаете, изменится ли наш менталитет, если будем об этом говорить чаще, без стеснения, открыто, ну и свободно. Конечно, изменится, потому что женщина должна любить себя. И сейчас все больше социальные сети распространяют. Есть и правильная, и неправильная информация, но все стремятся к красоте не только внешнего вида, но и к красоте гениталий. Это ставится на первый план, потому что сексуальная жизнь, она стоит все-таки в приоритете в каждой семье. И это залог, скажем, идеальной такой семьи, счастливой семьи, потому что секс, он все равно детей сделали, здоровье не восстановили, и сексуальная жизнь у них нарушается. И женщины начинают переживать, особенно в наших восточных странах, девушки приходят, покрытые девушки приходят, и они переживают, что вот я родила, и я знаю, что завтра, вот муж мой даже не дождется этих 40 дней, он понимает, я ему объясняю, что мне нельзя еще, потому что идет процесс сокращения матки, и ей нельзя заниматься сексом. Но мужья настаивают, если они не, скажем так, нет у них секса, да они соглашаются, то, соответственно, и муж находит себе другую и приводит в семью вторую жену. Это прямо вот сейчас. Я сама была очень удивлена, когда... То есть вы сталкивались с такими случаями? Очень, их очень много. Я вам скажу даже так, практически каждая вторая женщина, приходящая ко мне на прием, она именно с такой проблемой, что муж ей изменил или что он привел другую жену, вторую жену, потому что она его после родов не устраивает. Она не только внешне должна быть красивой, и там должно быть все узко. Они настаивают на операциях, чтобы это было вот прям вот, потому что у них имеются выраженные, допустим, разрывы с расхождением швов, и они хотят сделать прямо сегодня и сейчас эту операцию. И я вот даже была удивлена вот этим вот поведением мужчин, наших восточных мужчин, и когда приехала с России, и как вот я узнала только честно, вот после окончания института, что есть такое понятие, как токал, это любовница или вторая жена. И женщины с этим соглашаются, к сожалению. К сожалению, кстати. Да. Вот как раз у меня вопрос по поводу мужчин. Вот какую роль может сыграть мужчина в комфортном восстановлении женщины после родов? Что он может сделать? Мужчина ее должен, конечно же, всегда поддерживать. Это самое главное. Он ее должен понять, что роды — это не просто физиологический процесс для... как, ну, принято это говорить, каждая женщина должна самостоятельно родить. И даже раньше там в степях, в пустынях они рожали, а сейчас девушки все такие... Да, изнеженные не могут даже родить. Но на самом деле это очень сложный процесс, механизм родов. И прохождение головки по родовым путям — это процесс очень долгий. Он затягивается у некоторых, допустим, от 8 часов до 24, до 30 часов. И женщины испытывают очень сильный стресс, очень сильные боли, которые... Вот сейчас же очень много опытов для мужчин, которые проводят, чтобы они понимали, насколько это женщине страшно и было больно. Но мужчина в это время должен ее, конечно, поддерживать. И сейчас, я скажу это вот... Для меня это как бальзам на душу. Сейчас очень много стало обращаться ко мне мужчин, которые переживают за своих жен. Они пишут, вы скажите, мы можем восстановить там... У нее были разрывы, она переживает, она не подпускает меня к себе. Буквально вчера это было сообщение, еще одно пришло сообщение от мужчин. Она боится, что мне не понравится, что у нее как-то там некрасиво или широко очень. Я могу к вам записать ее... Ну, говорит, я ей скажу, предупрежу, конечно, но вот мужчина начинает поддерживать своих жен. Потому что комфортная сексуальная жизнь важна для обоих половых партнеров. И как и для женщины, так и для мужчины. Соответственно, мужчина, он должен изучать это. И я скажу так, что у мужчины тоже, как и у женщины, бывает, допустим, и толстый половой орган, и худой. Но все валится всегда на женщину. Вот у тебя там широко... Даже пусть это и не было родов, да, у женщины, или тем более после родов, и ты меня не устраиваешь в сексуальной жизни. Поэтому главную, главенствующую роль должен играть, наверное, тоже мужчина в поддержании именно психологического настроя женщины. И очень много я об этом говорю у себя на странице, что мужчина должен поддерживать как и морально, так и вот сейчас пишут и записывают своих жен, и даже приходят ко мне на консультацию совместно со своими девушками. У меня был такой случай, он с девушкой пришел, и они рассказывали, какая у них половая жизнь, и что их не устраивает. Что их устраивает, и что их не устраивает, или даже не то, что не устраивает, смущает именно. И они не совсем понимают, что это. И приходят мужчины, уже пары, скажем так, у которых там двое-трое детей, и они говорят, мы хотим улучшить сексуальную жизнь. Женщина говорит, я хочу опять почувствовать те ощущения именно, которые я ощущала, когда только начала жить половой жизнью, как было узко, как было нам хорошо, и я получала от этого оргазм. И психологическая составляющая в этом именно семьи, она вот, мне прям радует это, что они, мужчины, так друг друга поддерживают. Мужчина, женщина. Замечательно. В качестве эстет-гинеколога, какие методики вы предлагаете для улучшения и восстановления именно вот этого послеродового периода, ну вот кроме лазерного, который мы уже слышали? Существует консервативный и оперативный метод. Именно в раннем послеродовом периоде это лазерное интимное омоложение или лазерное сужение влагалища. Оно именно это как физиолечение для женщины в области гинекологии. Оно восстанавливает слизистую, подтягивает ее, улучшает кровообращение и улучшает чувствительность, которая была нарушена вследствие прохождения головки плода, да или самого плода, через родовые пути. Влагалище стало широким, и лазер, он помогает нам сократить вот эту вот слизистую влагалище и увлажнить слизистую влагалище, потому что очень часто именно в раннем послеродовом периоде во время полового контакта девушек беспокоит сухость во влагалище, боли во влагалище. Вторая процедура — это плазма-лифтинг, введение плазмы геля и введение филеров с гиалуроновой кислотой. Это все естественное. Плазма-лифтинг — это собственная кровь пациента, это те девушки, которые боятся, допустим, другое, да, что-то вести. Вот они боятся вот этих препаратов, но на самом деле гиалуроновая кислота у нас тоже содержится в организме, и сейчас очень много разработок, допустим, Франции, Италии, Кореи по вот этой гиалуроновой, хорошей гиалуроновой именно кислоты, которая помогает улучшить регенерацию тканей. Она наполняет, опять же, стенки тканей, сужает влагалище и улучшает чувствительность. Это мы все говорили о консервативных методах, которые можно применить без операции. Пришла пациентка, сделала процедуру. Процедуры, они безболезненные, по времени занимают минут 15-20, и она уходит домой. И реабилитация. Самое интересное, что у них реабилитация занимает 5 дней, в течение которого нельзя заниматься сексом. Все. И пациентка довольна, и ее половой партнер доволен. И когда уже у нас имеется широкое влагалище, очень широкое влагалище, опущение стенок влагалища, передняя циста и ректа цели, это по-другому называется, когда опускается передняя стенка, она сильно перерастяжена, нарушается мышечный каркас и выпячивает задняя стенка влагалища. Как женщины это описывают? Говорят, как будто я сходила в туалет или пошла в туалет, села там, допустим, или в ванной на корточке, я почувствовала, что что-то с меня как будто вот прям вот-вот вывалится. Это выпячивание передней и задней стенки. Передняя стенка опущается за счет мочевого пузыря, опущения мочевого пузыря, и оно выпячивает внутрь влагалища. И задняя стенка выпячивает за счет наполнения прямой кишки, за счет каловых масс. Соответственно, влагалище начинает он так вот выворачиваться. Вторая проблема — это рубцовая деформация промежности, зияние промежности вследствие тех же самых рубцов или эпизиотомии, когда порезали, чтобы быстрее головка плода вышла. И вот эти вот все жалобы и проблемы, их можно восстановить только с помощью оперативной техники. Это нитевое сужение, когда мы можем сделать временное сужение влагалища. Она малоинвазивная операция, после которой девушка может самостоятельно родить. Нитя начинает рассасываться через год-полтора, но беременность, она уже планирование беременности, может через 3-6 месяцев после данной операции. У меня были случаи после этой операции, через месяц уже можно жить половой жизнью, через 2 месяца девушка узнала, что она беременна, и говорит, мне эту нить нужно удалять. Нет, она самостоятельно рассосется к тому периоду, когда вы уже будете рожать, и ее не надо удалять, она растянется, скажем так, вместе с ребеночком, когда будет он идти через родовые пути. И эта нить, она вживается в мягкие ткани, она стоит единым целым, дает такой каркас именно внутри влагалища, за счет чего идет сужение. Операция вообще безболезненна. И вторая операция — это задняя кольпа перинеорофии сливаторопластика, которая именно направлена на устранение рубцовой деформации, на устранение вот этих вот выпячиваний задней прямой кишки и сужения влагалища. Эта операция делается на всем протяжении, чтобы устранить эффект бутылки. Вот возьмем нашу бутылочку, да, здесь узко на входе во влагалище, а там широко. Многие девушки, многих этот вопрос интересует, почему так? Мужчина сщает, как будто здесь узко, а дальше встает широко. Или и здесь широко, и здесь широко. Соответственно, операция направлена на то, чтобы сузить всю влагалищную трубку от шейки матки и до выхода. Скажем, из такого влагалища, из такого диаметра мы можем сделать вот так вот. Вот абсолютно узкое влагалище. Я всех пациентов своих спрашиваю, можно ли, не можно, а диаметр члена мужа, чтобы мы подстроились, скажем так, под влагалище, подстроили под диаметр члена. Но, я объясняю девушкам, уже чем два пальца мы сделать не можем. Физически я могу сделать, и чтобы зашел один палец. физически. Но для здоровья женщины влагалище ведь не только для секса, но еще есть воспалительные заболевания органов малого таза, и женщина будет ходить на осмотр гинекологу, есть другие очень много болезней, заболевания. Соответственно, делается не уже, чем два пальчика. Если у мужчины меньше, я говорю, значит, это проблема мужчины, а не проблема женщины. Но после данной операции самостоятельно рожать нельзя. Но можно беременеть и родоразрешение путем кесарево сечения. Вы только что сказали такой термин, как широкое влагалище. А бывает такое у нерожавших женщин? Конечно, бывает. И очень часто тоже приходят пациентки, особенно те пациентки, которые занимались, допустим, тяжелым физическим трудом. У них за счет перенапряжения передней брюшной стенки расширяется тоже влагалище и опускаются стенки влагалищ. Особенно это было развито вообще, конечно, в постсоветском пространстве, вернее, в советское время, когда действительно женщины работали на тяжелой работе. Сейчас женщины все-таки стараются щадить. Потом те девушки, которым занимаются стрейчингом или гимнастикой, не у всех. Я так подчеркну, чтобы меня сейчас все не сказали, что это вообще плохо. Нет, это хорошо, но правильно, именно вот с правильным тренером, чтобы мышцы именно напрягать во время занятий. Мышцы влагалища нужно напрягать, чтобы это не выглядело при неправильной, скажем, тренировке. Оно расширяется до влагалища. И есть анатомическая особенность у девушек, анатомическое строение. Вот каждая же женщина индивидуальная, допустим, и бывает тоже широкое влагалище само по себе. И последнее это сексуальная жизнь с половым партнером, у которого был толстый, именно толстый член. Если будет, допустим, следующий половой партнер с узким, да, или, скажем, средним половым органом, со средним членом, то, соответственно, и женщина будет думать, что у нее широкое влагалище. Да, это так, потому что толстый член он все-таки растягивает влагалище. Что вы посоветуете мамам девочек пубертатного периода? Когда, как разговаривать с дочерьми об этом? И когда важно в первый раз пойти к гинекологу с дочкой, с дочерью? У меня самой растут две дочки, с которыми я начала разговаривать уже с 10 лет, с 9-10 лет об этой проблеме, и что девушка, и что есть мужчины. Почему? Потому что я сама гинеколог. И сейчас все дети сидят в социальных сетях, и они знают, многие видели, что такое секс. Вот, честно скажу, я сама в шоке. Дети уже в садике видели, знают, что такое секс. И есть процентов, я скажу, наверное, 50 детей, которые ходят в садик, уже даже смотрели порно-видео. Это такая, такой сейчас бум какой-то идет, не говоря уже о детях, подростках, которым 12, 13, 14 лет, которые уже это в свободном доступе, могут вообще, у всех есть телефон из первого класса. И даже мы столкнулись с такой проблемой у нас вот в первом классе. У мальчика, он сидел в классе информатики и смотрел порно-сайты. И поэтому с детьми, с девочками и мальчиками надо говорить это вот. Раньше это было вот именно больше в 11-х классах, да, вот допустим, с нами проводили эту беседу. А во многих европейских странах уже это начинает водить именно с начальных классов, потому что социальные сети, к сожалению, опережают. Да, опережают. Поэтому девочки, мамам девочек и мальчиков об этом нужно говорить именно рано и нужно обсуждать все, ничего не скрывать. Кто такие девочки, кто такие мальчики, и чем раньше, я считаю, поговорить об этом мама, тем будет лучше. Потому что мои дети приходят ко мне и спрашивают, они знают, допустим, я веду свою страницу, и моя старшая дочка, она была удивлена, что меня знают ее одноклассники, как вот именно гинеколога, который я рассказывал, что такое широкое влагальщик, мама, они тебя смотрят все, а на восьмом классе они говорят, они все смотрят и все знают, что ты вот раскрываешь такие темы. У девочек начались очень ранние менструации, если раньше это был возраст 13-14 лет, то сейчас уже девочки начинают менструировать с 10 лет, и многие об этом не знают, дети, как с этим вообще они сталкиваются, для них это прям очень большая психологическая проблема, они не знают, что это, они начинают искать это в интернете, и этим тем самым они себя калечат, был такой случай, даже девочка, у нее начались месячные, она подумала, что она себя поранила во время подмывания, и она себе начала внутрь засовывать обычную марлю, ткань какую-то, не знаю, даже это не марлю, какую-то ткань, и она от этого девочка умерла, это случилось в области, это не было в город, ну не городская девочка, скажем так, и она умерла от кровотечения, поэтому с детьми нужно проводить беседы, вот прям я скажу, вот сейчас дети, даже есть дети, которые при подмывании, маленькие дети, это даже садика, они испытывают, они когда подмываются самостоятельно и трогают клитор, и для них какие-то непонятные ощущения, они не понимают, что это, для них это просто непонятное ощущение, но родители начинают ругаться, в садике начинают за это ругать детей, что вы там лазите, что вы там трогаете, зачем вы, но для ребенка эти ощущения вроде как и приятные, и вроде как он не поймет вообще что это, на самом деле это действительно дети испытывают оргазм, потому что они начинают себя стимулировать и они какой-то от этого получают скажем так разрежение такое вот именно, и дети начинают опять же это искать в интернете и очень много таких детей, которые именно вот в садиках и в школьном скажем так вот начальных классах, которые это испытывают и они не понимают что это, вот мы детей заденем половые губки они начинают сдрагивать мы думаем что это а это пройдет нормально а на самом деле для девочки это она не поняла что это вроде как и не больно а вроде как какие-то непонятные ощущения вроде как и хорошо оказывается но ни в коем случае нельзя ругать за это девочек надо с ними беседовать и проводить эту беседу и соответственно ранние сексы сейчас вот недавно было на конференции что статистика по Казахстану в подростковом возрасте забеременела у нас 1800 девочек представляете какая это вообще проблема 1800 для Казахстана это как так за 2023 год какая большая статистика поэтому нужно проводить с ними беседу а гинекологу вести надо вообще у нас с 14 лет но я думаю мое мнение вести надо к детскому гинекологу уже с первых месячных чтобы правильно потому что не все мамы осведомлены чтобы правильно гинеколог объяснил как подмываться как ухаживать за зоной промежности как часто менять прокладки какие прокладки есть поэтому сейчас ведется эта работа в поликлиниках и везде вводятся детские гинекологи для просвещения именно работы с детьми спасибо у нас есть девочки поэтому было интересно знать вот вы рассказывали о процедурах интимного омоложения подскажите а нужно ли готовиться к этим процедурам и если это оперативное допустим вмешательство как долго постанавливается женщина да к любой процедуре обязательно нужно подготовиться для чего во-первых это исключить вообще воспалительные заболевания любую процедуру нельзя делать если имеется какое-либо воспаление или очень много вопросов там допустим по поводу миомы матки эндометриоза сейчас следствие видимо экологии климата очень многих женщин проблема с щитовидной железой поэтому гормональные нарушения у каждого каждое второе наверное сейчас женщины и миома эндометриоз вообще вот прям очень много таких заболеваний но если это допустим миома матки небольших размеров не в стадии активного роста или эндометриоз тот же самый в ранней стадии и нет воспалительных заболеваний то мы можем сделать абсолютно любую процедуру будь то это лазерное интимное омоложение ведение филеров или операция исключить надо самое главное активный острый период подготовиться к данной процедуре необходимо сдать конечно же опять анализы элементарно это исключить онкологию это мазок на онкоцитологию исключить воспаление это микроскопия мазка или мазок на воспаление и узи матки а также если мы делаем допустим операцию как и к любой операции нужно общий комплексный подход это общий анализ крови для того чтобы исключить анемию чтобы заживление у нас было лучше исключить какие-то хронические острые процессы в организме биохимия крови исключить вирусные заболевания это вирусный гепатит вич инфекцию обязать это безопасность и доктора и самого пациента реабилитация после допустим процедур она вообще минимальна 5 дней всего нельзя секс после филеров нельзя спорт и посещение бани саун бассейн после операции занимает это от месяца до двух месяцев в зависимости если у нас есть еще эстетические операции лобиопластика по обвисанию малых половых губ малых или больших половых губ кстати вот у подростков сейчас это такая идея прям вот очень много обращаются подростков что у них малые половые губы и не мешает жить скажем так почему потому что они свисают им сейчас носят все очень любят обтягивающие лосины очень много детей занимаются спортом гимнастикой и их встает все-таки девочек девочек именно все больше потому что губы у них начинают очень интенсивно именно с подросткового возраста расти они где-то начинают с 10 11 лет начинают интенсивно расти и не все мамы обращают внимание а девочки мне пишут что с этим делать у меня что-то не так в организме у меня что-то растет у меня что-то свисает я не могу заниматься спортом потому что это мне натирает нарушает они не могут правильно за собой ухаживать у них начинается воспалительный процесс и потом мама не знает как с этим бороться и вот опять же идти надо к гинекологу поэтому эстетические операции такие как лабиопластика занимает реабилитацию один месяц нельзя спорт секс бани сауны бассейны все если это говорим о сужении влагалища то два месяца нельзя заниматься сексом спортом посещать бани сауны бассейны но опять же почему два месяца в течение 10-14 дней заживает сама рана но швы и полное восстановление идет в течение двух месяцев спасибо очень интересно а что может сделать женщина во время беременности и родов чтобы потом как-то подготовиться чтобы потом было легче восстановиться во-первых сейчас есть подготовка именно к беременности и родам до курса очень много курсов как правильно дышать как правильно вести себя во время родов как должен проходить процесс вообще беременности как ухаживать за зоной промежности во время беременности и самое главное конечно исключить подготовиться к беременности исключить все воспалительные заболевания чтобы во время родов любое воспаление во влагалище приводит к нарушению целостности ткани ткани стают ригидными или наоборот рыхлыми за счет чего у нас увеличивается процесс разрывов если у нее имелись воспалительные заболевания именно во время беременности слизистая рыхлая воспаленная отечная и во время родов во время процесса родов идут у нас очень глубокие разрывы поэтому подготовка к беременности санация скажем так влагалище это обязательная процедура обязательная подготовка для того чтобы профилактировать разрывы и растяжение слизистой надежда векторовна и в финале давайте поговорим о точке G расскажите какие плюсы дают эти процедуры с точкой G да существует вообще два вида оргазма это клитеральный оргазм и вагинальный оргазм вагинальный оргазм это именно вот это вот и есть точка G что это такое и вообще существует очень много мифов да существует очень много разногласий есть ли она вообще понятие точка G она находится во-первых она есть первая точка G она есть и она находится на передней стенке влагалища я всегда говорю мужчины напрягитесь чтобы женщина получила удовольствие знаете где она находится чтобы именно при стимуляции этой точки чтобы у женщины произошел именно оргазм она находится на передней стенке влагалища если вот взять вот так влагалище то именно в верхней стенке, где находится уретра. Под уретрой на глубине двух-трех, у некоторых, ну зависимость от анатомии, до четырех сантиметров. Это скопление нервных окончаний и место прикреплений или место сужений именно сфинктера уретры, который отвечает нам, вот пописать или не пописать женщине. Вот именно вот в этом месте находится вот эта вот точка G, точка оргазма, точка удовольствия для женщины. Ее можно увеличить, потому что вследствие родов, вследствие воспалительных заболеваний, широкого влагалища, эту точку G не всегда можно прощупать, да, даже женщине, и не всегда можно хорошо простимулировать. Или, допустим, у мужчины худой или короткий член, скажем. Поэтому ее нужно стимулировать. Я рекомендую абсолютно всем девушкам стимулировать эту точку. Она увеличивается с помощью гиалуроновой кислоты или плазмогеля, собственно, крови пациента. Делается шарик, делается уплотнение этой точки для того, чтобы при трении эта точка или этот шарик, который, или это филер пусть будет, он стимулировал ее еще больше. И тогда при стимуляции идет накопление, скажем так, нервных окончаний, накопление вот этих вот напряжения нервных окончаний, которые выливаются в удовольствие. И даже от этого вот говорят, что такое сквирт. Вот эта вот мышца начинает интенсивно-интенсивно сокращаться, а потом в какой-то момент она рефлекторно расслабляется. И сквирт — это вот выпускание. Многие, ну вот тоже, опять же, мнения разнятся, что такое сквирт. Но сквирт — это выпуск именно мочи. Моча у нас стерильная. И именно выпуск мочи... Незрелой мочи, говорят. Да, незрелой мочи во время вот именно стимуляции вот этой точки. Потому что сфинктер резко-резко начинает сокращаться, и потом в какой-то момент от вот этих вот интенсивного такого сокращения она в какой-то момент начинает расслабляется и получается сквирт. Вот в чем секрет. Вот в чем секрет. Вот в чем секрет. Ваши пожелания зрителям. Мои пожелания, я всегда всем женщинам говорю, любите самое главное — себя. Женщина, которая не любит себя, не любит свое тело, не уважает свое тело, ее и не будет уважать мужчина. Поэтому все эти операции, прежде всего, все эти процедуры направлены во благо женщины, во благо ее удовольствия. Психологически расслабленная и удовлетворенная женщина все мы прекрасно знаем, это счастливая мама. Поэтому любите себя, ухаживать нужно за зоной промежности, ухаживать, нужно делать все эти процедуры. Все мы ухаживаем за лицом, ежедневно причем умываем, мажем крема, также и за зоной промежности, потому что это ваша зона удовольствия. Если лицо — это зона красоты, то это зона удовольствия и счастья. Любите себя. Это была программа «Заметные люди». И с вами были Анжелика Бесенова и Лейла Хакимжан. До свидания.